Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарский раперист, серебряный призер первенства Европы. Тольяттинские яхтсмены привезли 10 медалей из всероссийских соревнований. Самарская пенсионерка выиграла ветеранский чемпионат России по легкой атлетике. В зимнем первенстве России по легкой атлетике среди ветеранов сборная Самарской области заняла четвертое место. В копилке команды 35 медалей, из них 21 золотая. На пьедестале почета оказались команды Казани, Москвы и Перми. Тем не менее, самарцы удачно выступили в беге с барьерами, в беге на короткие и средние дистанции, в спортивной ходьбе, прыжках в длину и толкании ядра. Золотой хитрик удался 72-летней самарчанке Галине Куликовой в прыжках в длину, высоту и в толкании ядра. Причем в прыжках в длину она победила с рекордом России – 3 метра 12 сантиметров. В Сочи прошли всероссийские соревнования по парусному спорту «Зимняя ривьера» и второй этап Кубка России в олимпийском классе «Яхт Финн». Кроме российских яхтсменов в регате гонялись и белорусские спортсмены. От 63-го региона тон задавали тольяттинцы. У них в копилке золотой ривьеры, пять золотых, две серебряных и пара бронзовых медалей. Еще одну бронзу привез Александр Куликин на Фине во втором этапе Кубка России. Самарский рэперист Кирилл Бородачев завоевал серебряную медаль на первенстве Европы среди кадетов и юниоров. В командном зачете за награды боролись 19 национальных сборных. На пути к пьедесталу почету российские спортсмены поочередно выбились борьбы Чехию 45-14 и Бельгию 45-16. В финале Кирилл Бородачев со товарищами уступил итальянцам 39-45. В личном зачете самарца в 1-8 финала остановил на дорожке к чемпионскому титулу опять же итальянец Себастьяна Бичега. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.